Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей и вы на канале Домашний Мастер. Сегодня у нас будет обзорчик. Обзорчик будет по теме светодиодных украшений. Ну и вообще разных ништяков, которые могут создать в вашем доме или на вашей территории очень теплый уют и поднять хорошее настроение. Итак, торговая марка Neonite предоставила мне различные ништяки для создания, скажем, теплой атмосферы. Вообще идея какая? Хочется украсить горочку, ну не то, что просто и украсить к празднику, а именно сделать с помощью гирлянд дополнительное освещение. Ну, опасных участков, например, тех же самых лестниц, ну ступеней, где у нас подъем на горку. И ребятам хочется сказать огромное спасибо за то, что они прислали визуализацию украшений. То есть они украсили весь объект. Сейчас вы видите фоточку, то есть, ну выглядит сочно. И действительно все это установить. И сами гирлянды, они идут светодиодные, энергосберегающие. Срок службы у них более 50 тысяч часов. И такие гирлянды не разорят хозяина, объекта или дома на потребление электроэнергии. А начнем по порядку. Самых прикольных. И потихоньку будем спускаться к самым простым. Ну, чтобы каждый мог отследить для себя что-то полезное. Сначала я вам немножко все это кратенько расскажу, а потом мы пойдем к нашей огромной горке и сделаем ее намного интересней. Итак, поехали. Первое, что у меня в руке, это еловый шлейф с шишками. Шлейф отлично подойдет для украшения дверных проемов, арок, колонн. Украсит вход в ваш загородный дом. Вот в таком формате он выглядит. Я его немножко расправил. То есть можно арки, двери, окна, все это дело красочно украсить, закрепить и будет выглядеть сочно. А когда еще добавишь сюда светодиодные техники, то вообще будет космос. Так что будем сейчас пробовать. Итак, следующее. Следующий у нас светодиодный дюралайт. Это, наверное, самый сок из той светотехники, что у нас есть. Это у нас получается контурное освещение. Например, ступеней, крыш, окон. В комплекте также идут специальные крепежи, которые можно закреплять даже по стене, если пускать в своем частном доме. Большая бобина у нас получается 14 метров в длину. Есть еще немножко поменьше. Тоже дюралайт. Такая же катушка, только уже 6 метров. На коробке, кстати, есть небольшая инструкция. Легко установить и легко подключить. Как говорится, даже школьник с этим разберется. Цвет тепло-белый. А вот, кстати, получается соединительная муфта, чтобы наращивать длину. Сейчас с этим мы со всем будем разбираться. Итак, идем дальше. Следующая гирляндочка у нас Twinkle Light. Это свечение с динамикой. Представляет собой вот такой длинный проводок. Длина, длина, сейчас мы быстренько найдем. Длина 10 метров. Состоит из морозостойкого и влагостойкого провода. Подключать, кстати, можно вот таких штук до 8 гирлянд. То есть в длину, в одну, через специальные муфты соединения. И то есть наращивать можно порядка до 80 метров. То есть хоть весь дом обмотай. Или всю елку еще останется. И также есть еще гирляндочка, называется Asicle. Ну, в простонародье бахрома. То есть дает вокруг себя много света. Ну, не знаю, если своими словами объяснить, то это как дождик такой ярко сияющий. Ну, я думаю, сейчас мы в процессе все это смонтируем и вы увидите. Гирляндой Asicle можно оригинально украсить карнизы домов, оконные проемы, арки и другие элементы интерьера. А длина гирлянды 2,4 метра. Ну, подключать можно до 10 гирлянд. Тоже с помощью муфт. Так, ну что, болтать можно вечно. Давайте все это дело соберем, украсим все это, красиво смонтируем. Скорее всего, наверное, 90% людей, у кого-то наряжена елка. То есть, ну, у всех наряжена елка, да, там на улице, в доме. Так как у нас есть огромная горка. У нас это как символ в этом году. Детей вообще домой не загнать, только со слезами на глазах. Затаскиваешь домой, мокрых насквозь. То есть, пока они до тошноты не накатаются, я не знаю, уже сил нет там по лестнице подниматься. Они все равно ползут. Поэтому сегодня попробую сделать им сюрприз. Все это ярко, красочно украсить. И, соответственно, посмотрим на результат. Так что, поехали. Так, ну и погнали украшать нашу горочку, скажем так. Начал с еловых веток. Думал, как располагать. Примерно прикинул. У меня их в количестве 6 штук. То есть, как бы, стал рассчитывать по всему периметру. Ну, чтобы было синхронно, было красиво. Крепил на скобы обычные. То есть, там есть места, в принципе, можно закрепиться нормально, крепко. Ну и вид сразу преображается. То есть, намного становится интересней. Далее погнали к гирляндочке. Гирляндочки у нас асикал. Начал с них. А смысл в чем? Все гирлянды соединил через муфты. Ну, чтобы на выходе была одна розетка. То есть, побольше длины. Ну и чтобы охватить можно было побольше площади. Вставляются без всяких проблем. Фиксируются таким колесиком по резьбе. То есть, все надежно, все крепко. Я думаю, оторвать вообще никак не получится. То есть, соединение очень крепкое. Гирлянда стал крепить на вот такие интересные хомуты. То есть, сразу под саморез, ну, шагом где-то, не знаю, 50 сантиметров, я просто вгонял саморез с одной и с другой стороны. А потом стал вывешивать асикал. Ну, гирлянда асикал. Наперед, могу сказать, выглядит как дождик. То есть, ну, интересно, красиво. Под светодиодный дюралайт, ну, такая гирлянда длинная идут, специальные такие крепежи. Ну, и в комплекте тоже болтики есть. Я, в принципе, пробовал и так, и так, что быстрее. Для дома, конечно, идеально вот такие хомуты. То есть, ты ровненько ее расправляешь. То есть, она встает четенько, красиво. Ну, я и хомуты использовал. Так как у нас еще пока темнеет рано, по лесенкам также пустил гирляндочку. С одной и с другой стороны. Но тут уже цель больше обезопасить ступени, обезопасить подъем самих детишек. Ну, чтобы они в темное время суток видели, куда наступать ножкой. А потом зажег нашу гирляндочку. Вот, кстати, соединительная муфта. Это я два светодиодных дюралайта объединил в едино. Световой день, конечно, выглядит это тоже эффектно. То есть, по кнопочкам можно потыкать, настроить разные режимы. Выглядит бомбически. Ну, а как только стемнело, ты попадаешь словно прям в сказку. Даже я стоял, смотрел, то есть, улыбался и офигевал. То есть, насколько можно создать себе эффект праздника, эффект вау. То есть, это реально здорово. Не говоря уже о том, когда детишки вышли гулять, они просто смеялись, визжали. То есть, я уже боялся, сейчас все гирлянды постревают от радости. Как сказать, живем ради детей, чаще их удивляйте. Для взрослых, может, особо это не удивительно. А вот детям это просто счастье. Поэтому ставьте лайк, если понравилось видео, пишите свои комменты. Всем желаю больше позитива, чаще улыбайтесь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok